Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанна Фетисова. И сегодня мы с вами делаем тот самый макияж, о котором вы просили, с ярким, рыжим или оранжевым акцентом. Этот макияж может быть как дневным, так и вечерним, в зависимости от того, что еще вы туда добавите. И я покажу, как можно его трансформировать из дневного в вечерний. Я знаю, что вы любите разговоры по душам, и я также их очень-очень люблю. Поэтому сегодня мы поговорим о том, что волнует меня. И заодно я покажу вам этот макияж. Остатки уходовых средств ненужные мне, которые могут скататься под макияжем, буду снимать с помощью ватных дисков и любого тоника. Сегодня не так важны сами, в общем-то, бренды. И я покажу просто технику нанесения. Вы можете ее повторить с помощью абсолютно любых средств. Ничего уникального, никаких сложных пигментов дорогостоящих в этом макияже нет. Вчера мы с моей подругой ходили в Геликон Опера. В общем-то, мы пошли вместо людей, которые должны были там быть. Но, к сожалению, я рассказывала вам о том, что случилось. Это ее родители. Их не стало буквально с разницей в два дня. Это известные педагоги классического вокала. И в этой опере пели их ученики. И мы не могли, естественно, не пойти. Хотя мест не было, и мы даже стояли. Столько популярный спектакль. Это «Пиковая дама». Голоса, конечно, все шикарные. Оформление спектакля просто потрясающее, очень интересно. Оркестр расположен на самой сцене. И получается, что опера идет на фоне самого оркестра. Это очень здорово, очень красиво, потому что все, естественно, одеты. Соответственно, эпохи и оркестранты в том числе во фраках. Красиво. Произведение, ну, понятно, Пушкина и музыка Чайковского. Если вы спросите у меня мнение по поводу состава, то я думаю, что, честно говоря, если бы был Герман немного помоложе и посубтильнее, то есть такой более тоненький, мне кажется, было бы более естественно. Это решение режиссера. Я в данном случае не режиссер. Буду увлажнять зону под глазами и наносить дневной увлажняющий крем в качестве базы под макияж, потому что у меня кожа довольно сухая. Ну, не в зоне Т, конечно, но в основном во всех остальных зонах. И поэтому мне нужно дополнительное увлажнение. У меня крем от Дерма Э с гиалуроновой кислотой. Здесь два вида, хорошо, очень увлажняет. Вы можете использовать любой крем, который у вас не скатывается под макияжем. Я, конечно, сказала себе, что я молодец, что я использовала водостойкую тушь в этот день. То есть, ну, понятно, да, я чувствовала, что я не выдержу. И ничего не потекло, чему я очень рада, потому что не хотелось бы все-таки еще больше расставить мою подругу. Я там все-таки должна была быть в качестве поддержки. Ну, понятно, что я живой человек, и все может быть. И для меня это тоже не чужие люди. Она живет в Америке уже давным-давно, в Портленде. И интересно, что вот какое-то время назад я задавала ей вопрос, она смотрит все мои видео о том, как красится женщина в Портленде у них там, в Америке. Один штат не похож на другой, мода везде разная, принято-непринято. Это все очень-очень по-разному, все очень индивидуально. Закрепила, чтобы не спадал. Что она мне интересно сказала, что мои макияжи для них очень сложные. То есть, мои простые очень макияжи, которые делаю я, совершенно непрофессиональные, абсолютно простые, на мой взгляд. С применением двух-трех оттенков, теней. Для них это вообще просто какой-то вечерний супер-супер макияж для концерта. А именно этим она и занимается. То есть, она так же, как и ее родители, музыканты, она еще вокалистка. У нее благотворительный фонд, и она делает концерт для простых людей, которые могли бы, ну вот, в общем, для всех желающих, кто хочет прийти и послушать классическую музыку и классический вокал на разных языках. Ну, то есть, человек талантливый. Я попросила ее сформулировать, то есть, как же в итоге красятся женщины в Америке, конкретно в ее штате, вот в ее городе, в Портландии. Она сказала, что в основном, что, наверное, видео у меня не очень такое интересное получится, если я хочу вот такой макияж сделать отдельным видео, потому что в основном это гигиеническая помада, и, может быть, какие-то еще корректоры, которые, ну, могут убрать какие-то проблемы. Ну, типа синяков под глазами или прыщиков, и все, представляете? То есть, это действительно очень-очень такой вот, если и макияж, то очень-очень нюдовый, то есть, буквально, может быть, совсем светлая какая-то, не подчеркивающая сильно губы помада, прозрачная, полупрозрачная, может быть, блеск и тушь, все. И, в принципе, все те же самые бренды, которые популярны у нас, масс-маркет популярны также у них. Так что русские женщины, это просто удивительно, как красятся по сравнению с американками. Яркий макияж у них носят только люди, ну, женщины специфической профессии, скажем так, либо трансвеститы, вот таким вот образом. Так что делайте выводы аккуратнее с макияжем. Так, буду смешивать тональное средство. Оно довольно увлажняющее, такой имеет влажный финиш, с люминайзером на любителя, и делать это абсолютно не обязательно, потому что тем более, если у вас жирная кожа, и так она блестит. Но у меня, я этим не страдаю, у меня кожа не жирная, поэтому я люблю вот такой вот вариант естественного такого сияния красивого. Я, конечно, люблю макияж очень быстрый, несложный, как вы уже поняли, да, потому что, ну, не всегда есть время, не всегда есть желание вот так долго сидеть и копаться с какими-то пигментами. Я, конечно, всегда рада и с удовольствием смотрю такие видео, но, видимо, я не настолько фанат этого дела, чтобы сидеть часами наносить макияж. Это тональное покрытие. Видите, оно не ложится маской, это покрытие, оно довольно легкое получается. За счет того, что до этого был нанесен увлажняющий крем, и еще я добавила каплю люминайзера. Почечки какие-то, которые мне не нравятся сегодня на моем лице. Вчера я привелась вот так вот на руку в театре, и, соответственно, вот здесь и здесь, где я пальцами грязными держалась, там и выскочили какие-то высыпания. High Coverage Concealer Camouflage от Катриса, он мне поможет скрыть какие-то недостатки. Теперь припудриваю шариками. Вы можете использовать абсолютно любую пудру. Кстати, очень неплохие кисточки от Эльфа. Присмотритесь к ним, она стоит айфер. Очень, видите, такие прямо мягкие, хорошо набитые, пушистенькие. Если я собираюсь наносить какую-то более матовую помаду, ну, такую стойкую на весь вечер, я обязательно скрабирую губы. У меня скраб от Эльф. Очень удобно, то что он сразу содержит масла, какао. После него губы уже увлажненные. Чтобы цвета были более яркими, я вначале делаю глаза, потом все лицом, я буду использовать кремовые тени. У меня от Эльфа, вы можете использовать абсолютно любую подложку. Если вы сделаете сухую подложку, то тогда у вас не будет такой яркости цветов. Но если вы хотите вечерний макияж, то лучше кремовую подложку. Они в номере 01, есть похожие в Мэмбелле. Я их восстановила. Кому интересно, как я восстанавливаю тени, смотрите мое видео «Бьюти перерыв», как восстановить тени. И теперь они прямо вот кремовые, они не подчеркивают текстуру кожи, даже если это возрастная кожа. Теперь их можно наносить. Обычно тени, к сожалению, такие вот кремовые, густые очень, матовые, подчеркивают морщинки и такое делают тяжелое веко. Теперь они такие масляные. Кстати, это никак не повлияло на их стойкость. Прекрасно застывают. Они перекрывают сосудики разные, синячки. Очень хорошо, кстати. Знаете, хотела поговорить с вами о том, почему мы не можем нравиться всем людям, почему есть те, кому мы не нравимся, даже если мы стараемся быть, ну вот прям правильными, правильными, хорошими, добрыми, всем помогать. Естественно, что все люди разные. И даже если вы будете идеально красивым, даже если вы будете, я не знаю, мисс Вселенная, мистер Мира, все равно найдутся те, кому вы не будете нравиться. Сейчас мы говорим больше даже о характере, о том, какое вы оставляете впечатление о себе, когда вы общаетесь с людьми. Сейчас просто на примере даже вот моего канала, да, я, когда открывала этот канал, это была абсолютная идея начали моих учеников, но я, в общем, в первом видео вам говорила об этом. А первое видео у меня о том, как делать массаж лица для такого вот обложения, немножко подтяжки. Кто не видел, посмотрите. Этот массаж во многом перекликается с артикуляционной гимнастикой, вот этот лимфодренажный массаж, который я преподаю моим ученикам, когда мы занимаемся техникой речи, ну, или ораторским искусством. Ну, и вот, казалось бы, ну, я совершенно артистам, своим коллегам никак не мешаю. Как бы я не занимаю чужое место какое-то в театре, да. Я преподаю, и я никак не могу с ними конкурировать, и никак вроде бы не должна теоретически никого раздражать, но тем не менее, недавно я поняла, что многих артистов раздражает то, чем я занимаюсь. Ну, конечно, не тех, кого я знаю близко-близко, те, кто знает меня, что я не злой человек, и я всегда всех поддерживаю, если я вижу какую-то премьеру, и мне кто-то пишет, приглашаю. Я не могу пойти, я всегда стараюсь написать, что какой ты молодец, и как я горжусь тобой, какой ты талантливый, и вообще просто я восхищена, что я там сто лет тебя знаю, да. Но даже при всем при том, что я могу говорить вот такие вот слова, и я хорошо себя чувствую по поводу таланта других людей, именно потому что я педагог, то есть меня, наоборот, восхищают. Люди талантливые, я радуюсь, понимаете. Это качество, которое присуще именно педагогам, то есть если вы много лет преподаете, вы перестаете завидовать своим ученикам или своим друзьям, вы начинаете за них радоваться. Педагоги, вы меня поймете, я думаю. Тональным средством я вообще никак не замаскировала, область под глазами, поэтому сейчас сделаем глаза, но на тот случай, если будут сыпаться тени, а потом уже будем тогда пользоваться консилером. В общем, мне дали понять, что как-то это раздражает мой канал, хотя я совершенно никак не учу актерского мастерства по этому каналу. Я не занимаюсь, скажем, обзорами каких-то неудачных актерских работ, нет. Я наоборот, я всех поддерживаю, мне это нравится. Мне нравится говорить комплименты. Если человек действительно достоин комплимента, обязательно нужно ему это сказать. Я считаю, мы должны поддерживать друг друга, особенно люди одной профессии. Сейчас светлые тени, похожие по тону на тон базы, я нанесу полностью на все веко. Как-то так немножко была в шоке. Да, я была поражена, что, оказывается, я раздражаю. Мне дали это понять. Причем совершенно неизвестная мне актер, актриса, неважно. Назвав меня, вот пришла звезда Ютьюба. Дискутировать на эту тему, естественно, я не стала. Просто вежливо улыбнулась и ушла. То есть мы можем заниматься какой угодно совершенно нейтральной деятельностью, которая, в принципе, теоретически не должна никого раздражать, и все равно можем быть центром негативных каких-то эмоций. И по сути это не то, что нормально, но это имеет место быть. Когда-то я в каком-то определенном возрасте поняла, что я не буду нравиться всем, как бы мне это ни хотелось. Если я буду всем служить, всем помогать, и за всех все делать, да, и даже те же самые люди, которым я вот так вот буду помогать, все равно они могут быть неблагодарны, и все равно я могу им не нравиться. Немножко оливковый такой оттенок, буду заполнять брови. Все эти продукты есть в моем проекте, используют по максимуму. В принципе, если кого-то интересуют конкретные цвета, названия брендов, вы можете там их посмотреть. Вы можете повторить этот образ абсолютно любыми другими оттенками, имеющимися в вашей коллекции. Довольно сильно в школе проявляется, как вы знаете, жестокость, то есть такой возраст, когда дети стараются быть в общности, то есть в социуме, они стараются адаптироваться и как бы защититься от окружающей среды тем, что они будут подражать поведению своих лидеров и для того, чтобы быть просто в стае, чтобы чувствовать себя защищенными. Это нормальное чувство, и только очень немногие такие очень смелые, я бы так сказала, личности, лидеры сами по натуре имеют возможность не следовать чужому мнению, но, как правило, таких очень-очень мало в детстве. Чувство самости приходит уже с определенным возрастом, уже после подросткового возраста. Вы знаете, одноклассники как-то очень по-разному ко мне относились. Те, кто меня знал близко, очень хотели со мной дружить, но в основном не любили, потому что я не ходила с мудными прическами, я ходила с косичкой, читала книжки, в общем, вела какой-то не очень популярный такой образ жизни, не пила, не гуляла с мальчиками, но просто мне это было неинтересно и не нужно, и у меня было очень-очень много каких-то таких проблем, которые мне нужно было решать, я просто все время была где-то занята. Дом у меня был, в общем, больной дедушка, с которым я жила одна, по сути, с 15 лет, там, инсульт за инсультом, я за ним ухаживала. Такой, в общем, непростой подростковый у меня был период. В связи вот с такой ситуацией жизненной мне очень быстро пришлось повзрослеть, как такового детства, в общем, практически никогда и не было. Бабушка умерла рано, мама все время работала, дома никого не было, ну вот, кроме больного дедушки. Поэтому я не могу сказать, что я была очень сильно похожа на всех остальных, и точно так же, как они материлась и курила, что-то пыталась, конечно, делать, но, в общем, мне это очень быстро разонравилось, и было неинтересно как-то. Период, когда ты понимаешь, что ты как-то отличаешься по каким-то причинам, неважно по каким, по физическим каким-то параметрам, психологическим параметрам, по параметрам хобби, например, ни у кого, естественно, не было такого хобби в моем возрасте, театр оказался диким, непонятным, ну, чем-то совсем ненужным. Вот, и с 15 лет я занималась театральной студией, а с 16 лет я уже работала, озвучивала фильмы. Училась я у таких знаменитых людей, как Михаил Пуговкин и Роман Сергеевич Филиппов, кто помнит, если вы помните, это такой гигант, гигантского роста артист, такой крупный-крупный, говорящий, басом. И он играл вот этого человека в бриллиантовой руке, который пришел к ним в ресторане и перепутал, говорил, Сенька, ты чего усы сбрил, такой крупный гигант с очень красивым басом. Он довольно много снимался, и он очень, он был очень хорошим педагогом в ГИТИСе, он меня как раз приглашал туда, но так случилось, что его не стало, когда я поступала, увы. Тогда фильмы были в бобинах, естественно, не в цифровом формате, поэтому если вы что-то неправильно озвучили, весь фрагмент кусок огромный заново перематывался, и все артисты заново становились к микрофону, и одновременно все из-за того, кто ошибся, переозвучивали. Вот так сейчас гораздо проще. Немного закреплю брови прозрачным гелем. Некоторых своих одноклассников я, будучи вот в своем районе родном, когда туда приезжаю, встречаю и сейчас, и многих я даже не узнаю, то есть настолько люди сильно изменились, и они ко мне подходят, говорят, что узнали, ну там где-то меня видели, еще что-то смотрели, может быть, видео смотрели. Совсем другое уже, естественно, отношение. Те, кого, например, раньше просто раздражало то, что я как-то слишком правильно причёсана, ну по тем временам, да, когда все уже делали какие-то химии, конечно, я их раздражала. А сейчас нет, сейчас они как-то прям так радостно со мной общаются, ну и понятно, в общем, почему. То есть люди с возрастом меняются, и я понимаю, что я абсолютно не должна, и сейчас не должна нравиться всем, и тогда не должна была. И я как-то, вот знаете, в каком-то определенном возрасте это приняла, и мне стало легче. Бронзовый оттенок нанесу немножко в уголок, и буду растушевывать в складку века, немножечко, чтобы затемнить внешний уголок глаза. Видите, почему я не наносила сразу консилер под глаза? Потому что тени могут сыпаться. Вот они сейчас уже осыпаются. Так, сейчас к вам поближе, чтобы вам было лучше видно. Вообще, я никогда никого не осуждаю. То есть у каждого человека своё предназначение в жизни. Каждый должен обрести свой собственный опыт, свой собственный. Было бы великолепно, если бы мы учились на чужом. Но, к сожалению, так вот идеально не происходит. То есть, конечно, что-то мы понимаем, что там туда не ходи, провалишься. Да, это мы видим. Вот эти вот края мы потом выровняем за счёт нанесения консилера. Оранжевый цвет, видите, такой. У мультиковых листичек такие раньше изображали таким цветом. Я буду наносить прямо пальчиком на всё подвижное веко. И когда вот такое вот происходило, например, где-то в офисе, да, люди высказывали какое-то своё мнение, но я же кесточкой пушистой буду растушевывать вот этот переход. Всегда неплохо разобраться. То есть, может быть, вы действительно обидели этого человека, поэтому он так вот ярко высказывает своё мнение. Но если вы объективно ничего плохого этому человеку не делали, и всё равно он высказывает какое-то очень яркое своё мнение, то вполне возможно человек просто невоспитанный, и вы ему не нравитесь, и он вот так позволяет себе высказываться. Я уже говорила вам своё мнение о том, как вести себя с такими агрессивными, довольными людьми. Чуть-чуть, видите, в складочку его растушевывая, чтобы когда был открыт глаз, этот оттенок был и видно. У подростков есть какие-то моменты, когда они переживают из-за неправильной реакции, какой-то отрицательной, своими друзьями или просто знакомыми, одноклассниками. И мой муж всегда говорит детям так, что вы не купюра в 100 долларов, вы не можете всем нравиться. И вы знаете, я абсолютно с ним согласна, что действительно это так и есть, ты не можешь всем нравиться. Просто есть люди более воспитанные, которые не говорят, что, допустим, ты им чем-то не нравишься, они просто проходят мимо, и всё. Например, я никогда не ставлю дизлайки, то есть пальчик вниз, видео, которое мне не понравилось. Ну, мне не понравилось, и это моя проблема. Зачем я зашла на это видео, если оно мне не нравится, я просто закрываю и иду дальше, если меня что-то не устраивает. Я не говорю вам, что вы так не должны делать, но это моё мнение. Но есть люди, которые ярко могут выражать своё мнение, неадекватно, это уже другой вопрос, человек просто может быть болен. Оказывается, что человек просто неуравновешенный, он говорит абсолютно ерунду, которая никак не связана с реальностью, и что тем более никак не связана с тем, что вы должны как-то измениться. Например, у нас была такая ситуация с дочкой, она некоторое время занималась восточными танцами, мы ехали с ней на концерт, она должна была выступать, и, естественно, я её поддерживала, и она волновалась. И мы, в общем, недалеко выступали, как раз от нашего дома, ехали просто даже в маршрутке, то есть там у нас такой концертный зал есть, очень популярный. Ансамбль известный у них, и поэтому они снимают такие очень хорошие концертные залы. Опять чуть-чуть добавлю вот этого дронзового в складку, чтобы она была более тёмной. Гримерных не так много, артистов море, мы понимаем, что нам по дороге нужно что-то такое из макияжа уже выполнить, и мы так быстренько в маршрутке что-то делаем. Наносит какую-то помаду, ещё что-то, чтобы просто быстро прийти, переодеться и сразу на сцену. Рядом сидит женщина, и ей настолько не понравилось, что мы воспользовались помадой в маршрутке, что её аж начало трясти, и она начала нам говорить, вы страшные, вы страшные. Наверное, если бы человек ехал неуверенно в себе или какой-то вот просто подросток или ребёнок, у него была бы потом, конечно, дикая депрессия после такой вот тётина. Ну, как бы ехала я. Я поняла, в чём дело, то есть я увидела, у женщины, видимо, шизофрения, она не принимает таблетки. Ну, в общем, человек был болен, это было для меня очевидно, хотя она выглядела вполне нормально, она не была никак неухоженно, не накрашена, но в целом, в общем, внешне она была одета нормально, стандартно. И я поняла, что нужно удаляться быстрее из этой маршрутки. Мы доехали с трудом, в общем, доехали до конца. В моём уголок делать вот такой вот акцент тёмный, буквально немножко как стрелочку. Выделю немножко реснички у края и чуть-чуть в уголок положу этот тёмный шоколадный. Честно говоря, я думала, что всё закончится, как только мы выйдем, но она бежала за нами и что-то кричала. Слава богу, дочка ещё была в таком возрасте, когда ей можно было сказать, срочно заткни уши, не слушай. Вот сейчас-то уже она, наверное, сама что-то сказала в ответ этой женщине. Но тогда она просто заткнула уши, спряталась так за меня и стояла, ждала, когда это всё закончится. Эта женщина не могла успокоиться, она повторяла одни и те же слова. И тогда я поняла, что, наверное, у неё сыпется, да. Что, наверное, у неё какой-то приступ, вероятнее всего, она не успокоится. Сам пришлось вытащить баллончик. Её носила с собой со слезоточивым газом. Ну, я ни разу им, честно говоря, не воспользовалась. Слава Богу, ставила этот баллончик прямо вот так перед её носом и сказала, женщина, успокойтесь, это слезоточивый газ. И если вы сейчас не замолчите, мне придётся пшикнуть. У неё был такой остановленный взгляд. Она сколько-то секунд подумала, подумала, развернулась и побежала в метро. И потом увидели эту даму в нашем районе, как она натравливает свою собаку на детей. Вот. Что такое может быть, что не все здоровы, кто высказывает свои отрицательные мнения. Это не значит, что если мы кому-то не нравимся, то все остальные сумасшедшие. Очень смешно говорила бабушка моего мужа. Она была очень таким известным деятелем в Украине. И она говорила, шутила. Говорила, что, ну разве вы не видите, что все вокруг сумасшедшие, только мы нормальные. Ну, конечно, это не так. В каждом отрицательном отзыве есть доля правды. То есть, возможно, над чем-то стоит поработать в себе. Чтобы сделать более ровную тушевку наверху, я возьму светлый оттенок, и вот здесь вот будут чуть-чуть подтушевываться. Конечно, я не хочу сказать, что все, кто нас критикует, все сумасшедшие. Но, возможно, не стоит так сильно волноваться по этому поводу. Возможно, что люди абсолютно необъективные, и вы попались просто под горячую руку, и это совсем не относится лично к вам. Например, человек находится на работе, и его все раздражает. Возможно, вы раздражаете не вы конкретно, а работа в целом. То есть, он просто недоволен своей работой. Такое тоже может быть. Видите, если я наслоить чуть-чуть еще кисточкой, он будет ярче цвета. Абсолютно любой человек и дворник может высказать вам свое мнение и имеет право. Вопрос только в том, будете ли вы болезненно реагировать на каждое мнение. Или вы спокойно повернетесь, скажете, ну, это имело место быть, и пойдете дальше. И ногти все у меня уже в тенях и под глазом тоже вот так. Так что, когда яркие используете, аккуратнее сразу не наносите макияж под глазом. В процессе вы можете остановиться на одной базе, да, то есть светлые тени и чуть-чуть затемненный уголок. Далее вы можете еще сильнее затемнить уголок, это будет более вечерний макияж, однако оставить века светлым. Любой яркий акцент вы можете положить сверху, это будет третий вариант. Более яркий уже вечерний макияж. Возможно, на какое-то мероприятие, даже дневное, если вы положите вот сюда, вы видите яркий просто оттенок. Если стрелку вы усилите, сделайте ее, например, черным лайнером или каким-то цветным, это будет уже четвертый вариант макияжа. Но я сегодня хочу остановиться вот на такой дымчатой стрелочке, которую я делаю с помощью теней. Перламутровые тени добавлю в уголок глаза, вот сюда. Чистой кисточкой вот этот переход чуть-чуть подтушу. Было бы любопытно знать ваше мнение, как вы к этому относитесь, как вы преодолевали вот тот момент, когда вы поняли, что вы не можете нравиться всем. Когда вы это поняли? В каком возрасте? И какова ваша реакция, когда люди высказывают по отношению к вам свое вот такое ярко-критическое мнение? Эриконсилер у меня кремовый такой от Эльф. Вот на эти точки я наношу. Буду убирать все, что осыпалось, все тени. И немножко замазывать синячки. Тени их испачканы, простите. Вот так. Такой вот корректирующий оттенок положу. Чтобы его не сильно было видно, но все-таки, чтобы он подчеркивал глаз. Перламутровый продлеваем. Только очень важно, чтобы он не попал ни в какие складочки, морщинки. Потому что перламутров очень сильно их будет подчеркивать. Вниз мы кладем тот же самый оранжевый. Буквально чуть-чуть. И сразу растушевываем. Вот так. Было каких-то странных несколько ответов на ваши отзывы. И в общем отзывы ваши я ценю и вас очень ценю. И уважаю своего зрителя. Поэтому этих пользователей, которые позволяли себе делать хамские комментарии на ваши отзывы, я заблокировала просто, честно говоря. Я не хочу, чтобы вы расстраивались как-то. Я вас ценю. Я вам благодарна за ваше внимание. Поэтому я буду дальше вас оберегать. Уж простите, не все отзывы я буду опубликовывать. Вот такой вот макияж глаз получается. Красить реснички. Это база Товелайна. Можете пользоваться, можете не пользоваться. У меня она есть, поэтому я ее использую. Я видела многим пишут, ну прям совсем такие хамские отзывы. У меня, слава богу, лично относящихся ко мне таких не было. Люди, наверное, которые напиваются, матерятся и смотрят видео в процессе всего этого, ко мне, наверное, на каналы не заходят. Им просто неинтересно то, что я говорю. Может быть, некоторые даже не понимают, что я говорю. И это нормально. Каждый человек находится на своем уровне. У меня нет права высказывать свое мнение. И это нормально. И я никогда никого не осуждаю. Это их жизнь. Это их выбор. Мы имеем это абсолютно то, что мы заслужили. Такие люди, слава богу, меня не смотрят. Но есть женщины, блогеры, которые, к сожалению, вызывают просто какое-то море негативизма. До конца даже не понять невозможно, почему. Но вот как-то притягивают они таких людей. Я даже спрашивала их, задавала им вопрос, как они справляются вот с такими моментами, когда им пишут комментарии. Вот такие хамские, матомые и очень негативные. И многие отвечали мне. И у них по многу тысячи подписчиков. Они отвечали мне, что они уже научились не обращать внимания. То есть YouTube это такая вот площадка, которая во многом учит устойчивости такой психологической. То есть это такая вот антистрессовая тренировка. Вместо увлажнителя буду использовать плампер. У меня уже все впиталось в губы. Не принят закон о том, что все должны обязательно заполнить свой профиль, то есть чтобы он не был пустой. Именно те люди, которые пишут вот такие вот хамские комментарии, да, я смотрела с чужих страниц, переходила на их странички, я понимаю, что у них ничего нет на сайте. Даже нет понравившихся им видео. То есть они полностью скрываются, они специально на YouTube открывают канал, потому что они хотят хамить. Так что это тоже не повод вам расстраиваться. Есть много вот таких людей, которым просто хочется кому-нибудь нахамить, испортить настроение и получают от этого удовольствия. Это не значит, что вы им даже не нравитесь. Это значит только то, что они дурно воспитаны. Но чтобы понять все это, нужны годы и годы. Поэтому бедные наши подростки, конечно, наши дети. Буду припудривать все лицо метеоритами. Конечно, наши дети и подростки, они очень-очень нуждаются в нашей поддержке, в том, чтобы мы много говорили им об их достоинствах, свои недостатки они и так знают. Ну, конечно, если вы ни разу им не говорили, что они разбрасывают вещи или там, не знаю, ходят в грядной одежде, это плохо, и надо это сказать. В процессе социализации, конечно же, им это поможет. Лучше, если это скажем, естественно, мы родители, нежели работодатель, который потом за это их уволит. Я тренировала довольно большие коллективы, и в некоторых случаях мне даже приходилось говорить по поводу имиджа. Ну и, естественно, когда я говорю по поводу речи, абдикции и всего остального, по поводу того, как должен выглядеть менеджер, мне приходится говорить и по поводу внешности. Любые тени или пудру подходящего оттенка буду использовать в качестве контуринга. Это Демини, вы можете использовать абсолютно любые другие. И да, мне приходилось говорить с менеджерами даже о том, что стоит и нужно стирать одежду, проверять себя, чтобы она вкусно пахла, и пользоваться дезодорантом, что это тоже очень важно, если они хотят продержаться на той работе, которая им нравится, они должны, соответственно, выглядеть, потому что они проводят переговоры с клиентами, и они не имеют права просто дурно пахнуть или там быть в какой-то грязной мятой одежде, что они должны это знать. И раз мне приходилось это говорить, это значит, что с ними не говорили об этом в детстве, либо говорили, но как-то, может быть, стеснительно, либо они подражали своим родителям. Ну, в общем, говорите об этом, пожалуйста, своим детям, не стесняйтесь, найдите правильные слова, потому что они потом будут от этого страдать на работе, их будут просто увольнять. Так что это наша с вами родительская задача. Теперь буду использовать бронзер, перекрываю контуринг, вот так. Ну, сейчас я делаю это, естественно, дольше, чем обычно, потому что я с вами разговариваю, естественно. Для меня это рядовой макияж, ничего сложного, потому что вы легко можете его повторить. Этот макияж похож на все остальные, которые я вам показывала, просто он с ярким акцентом. Румян буквально каплю просто, чтобы освежить лицо. Чуть-чуть к вискам все поднимаю. Чтобы макияж был в одном тоне, я добавляю слегка в складочку века те же самые румяна, которые я наносила на щечки. Чуть-чуть, видите, шоколадно этот цвет смягчается румянами, таким розоватым оттенком. Получается такой более нежный, элегантный вариант. Можно сделать более яркие губы, можно более светлые. Я повторяю прошлый свой макияж, поэтому я делаю яркие губы. Буду использовать карандаш от Golden Rose. Он вначале такой прям кремовый-кремовый. Знаете, но это все очень обманно, потом застывает просто намертво. Цвет на самом деле он красный, в камере он оранжевый. Вообще в камере все рыжие. Этот оттенок, который я наношу на брови, в камере может казаться рыжим. На самом деле он почти оливковый. Филы от Chanel Rouge Allure. Буду наносить 102 оттенок. А помады эти очень-очень кремовые, но они мне нравятся тем, что они не сушат губы. И поэтому карандаш, нанесенный перед этим на всю поверхность губ, будет уберегать эти помады от растекания. Особенно если есть морщинки. Вот такой образ у нас с вами получается. Осталось добавить немного хайлайтера. На мой взгляд это будет не лишним, поскольку макияж мы все-таки планируем вечерний или новогодний вариант. Так что давайте чуть-чуть добавим блеска. Я за многофункциональность, поэтому я использую те же самые перламутровые тени. Вот так. Если есть морщинки вокруг глаз, то лучше натянуть кожу. Я вам рассказывала об этом. Ну что ж, вот такой у нас с вами сегодня образ получился. Вы хотели видеть, как я делаю макияж. Очевидно, что он не слишком сложный, его можно трансформировать. На мой взгляд это самый универсальный макияж. Акцент в центр вы можете добавить абсолютно любой. Зеленый, коричневый, медный, оранжевый, розовый, какой угодно. Самое главное при этом не забыть выделить ресничный край, чтобы глаза не потерялись на фоне яркого акцента. Ну что ж, я надеюсь, что это видео было для вас полезным. По поводу затронутой сегодня темы я, как всегда, жду ваши отзывы вдумчивые, глубокие, за что я вас и люблю, мои дорогие зрители. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok